Добрый день! Добрый день! Улица Песчаная, 3. Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня пятница, а значит время для вашей любимой программы «Детки-конфетки». В этом выпуске мы поговорим о диете кормящей мамы. Разобраться во всех тонкостях нам поможет врач-педиатр Ксения Алексеевна Хамутинникова. Ксения Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ксения Алексеевна, есть ли какие-то ограничения в питании для кормящей мамы? Грудное вскармливание – это очень важная тема, потому что полезнее, чем грудное мамино молоко для ребенка, ничего не существует. Ни одна молочно-адаптированная смесь его не заменит. Давайте разберемся, все-таки должна мама придерживаться какой-то диеты или наоборот, как многие делают, ни в чем себя не ограничивать. Но главная задача всех рекомендаций – это то, чтобы мама, кормящая мама, вела счастливую, активную, спокойную жизнь, чтобы никак ее не ограничивала. Итак, несколько советов. Первое и самое главное – не должно быть никаких строгих диет. В принципе, то, что вы кушали до беременности и до родов, кормящая мама также может себе это позволить. Но хочется сказать, что не нужно экспериментировать с продуктами. Если вам захотелось попробовать что-то новенькое, что вы еще никогда не пробовали и не ели, во время кормления грудью лучше этого не делать. Поговорим об алкоголе. Ни в коем случае, ни в каких количествах, ни даже в самую маленькую капельку нельзя, потому что даже небольшое количество алкоголя может неблагоприятно сказаться на ребенке. И мы не знаем, как отреагирует его, например, дыхательный центр. Насчет кофе. Кофеин кормящей маме можно, но он должен составлять одну-две чашечки в день. При этом, если вы заметили, что ваш ребенок хуже спит, то тогда уменьшайте количество выпитых чашек, либо разбавляйте молоком. В рацион кормящей мамы должна обязательно входить качественная рыбная продукция. Можно около 300 грамм в неделю. Также хочется сказать, что ни в коем случае кормящая женщина не должна голодать. Ее рацион по килокалориям должен быть на 400-500 выше, чем в обычное время, когда она не кормит грудью. Если все же вы замечаете, что вы немножко пополнили, тогда больше гуляйте с вашим малышом. Но не голодайте ни в коем случае. Также рацион должен быть разнообразным. То есть должны входить фрукты, овощи, мясо разные виды, рыба также разные виды рыб. Еще хочется сказать, что если какой-либо продукт вызывает у вашего ребенка или беспокойство, или даже какую-то сыпь на коже, вы можете или уменьшить это количество продукта, принимать, либо совсем его исключить. Если вы замечаете, что вы уже практически сидите на хлебе и воде, и все равно ребенка что-то беспокоит, в этом случае обратитесь к врачу. Ксения Алексеевна, а сладкое можно кормящим мамочкам? Если уж маме очень-очень хочется, то, конечно, себя мы не будем как-то сдерживать, негодовать по этому поводу. Поэтому немножко попробуйте и посмотрите на реакцию вашего малыша. Если все хорошо, то по чуть-чуть сладкое можно. Также если у вас есть особенности в вашем пищевом поведении, например, это вегетарианство, то по питанию ребенка все вопросы вы должны решать с доктором. Ну и, конечно, жидкости вы должны пить достаточно. Лактация, она зависит от количества жидкости в организме. Пейте воду, пейте компоты, если вы их сами будете варить. Лучше не пить какие-то сладкие напитки, например, газировка или соки из магазинов. Хочется сказать, что кормите грудью и пусть ваша жизнь будет полноценна и разнообразная. Счастья вам! Спасибо, Ксения Алексеевна. До свидания. До свидания. Тему грудного вскармливания мы будем продолжать и в последующих наших выпусках. Поэтому все интересующие вопросы вы можете задать в группе нашего телеканала «Русский Север Великий Устюг». С вами была программа «Детки-конфетки» и я ее ведущая Ангелина Батакова. Увидимся ровно через неделю. Новогодняя неделя в супермаркете «Ярмарка». Уже сегодня новогодние кульки, сувениры, украшения, продукты и деликатесы для праздничного стола по выгодным ценам. Супермаркетом «Ярмарка» Новый год будет вкусным. Рады видеть вас с 8 до 23 часов. Великий Устюг, Лицоглядинская, 61. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин